Рождение ребенка Обычный летний понедельник стал праздничным в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Здесь честовали женщин, которые стали матерями в день независимости нашей страны 3 июля. Девять чудесных малышей появились на свет в этот день в стенах перинатального центра. И все девять – девочки. Поздравить новоспеченных мам пришел и губернатор области Владимир Кравцов. Мы заинтересованы в том, что у нас повышалась рождаемость. Для этого принимается много различных законодательных актов, направленных на поддержку материнства. Ну и мы, как местные органы власти, тоже стремимся делать все возможное, чтобы у нас росло число родившихся детей и улучшалась демографическая ситуация. Нынешняя общереспубликанская акция «С любовью к детям», инициатором которой является общественное объединение «Белая Русь», проводится уже шестой год подряд. И в этот раз, как всегда, молодых матерей поздравляли и вручали подарки. Все самое необходимое для младенцев. Кстати, в том, что в День независимости в перинатальном центре родились только девочки, Витольд Пестис видит некий символизм. Говорят так в народе бытует мнение, что раз рождаются девчата, значит не будет войны. Это очень важно. Хотя, конечно, родились и мальчики, мы уже наводили справки, но то, что родились девочки, это, конечно, очень символично. Это обнадеживает. Всего же за 3 июля и за последующие праздничные сутки в перинатальном центре родилось 26 малышей. Из них одна двойня. А четыре мамы с появлением на свет своих долгожданных малышей стали многодетными. Наталья Иванченко, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. Слова губернатора Владимира Кравцова о том, что с рождением ребенка государство вместе с родителями берет ответственность за его воспитание, сказано не зря. Власть действительно заинтересована в том, чтобы наши дети выросли здоровыми, получили хорошее образование и нашли достойное место в жизни. Такая забота проявляется с раннего возраста и не прекращается на протяжении всей жизни. Она заложена в самой политике государства и проявляется в самых различных ситуациях. В понедельник в Октябрьском районе открылась вторая по счету квартира социального патроната. Все подробности у Евгении Филипповой. С каждым годом возможностей помочь населению в областном центре становится все больше. К примеру, если раньше за помощью в так называемую кризисную комнату могли обратиться только граждане, ставшие жертвами домашнего насилия, либо торговли людьми, а сейчас Центр социального обслуживания населения вышел на новый уровень и готов оказать помощь гораздо большей категории людей. К ним относятся лица из числа сирот в возрасте от 18 до 23 лет, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды первой группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и люди с особенностями психического развития. Преимуществом квартиры социального патроната является также и то, что время пребывания нуждающихся в помощи устанавливается Центром социального обслуживания. В зависимости от положения, в котором оказался человек, оно может продлеваться. До недавнего времени такая квартира была только в Ленинском районе нашего города. За полтора года пять человек получили необходимую помощь. Одному из них вернули дееспособность. Теперь же за защитным покровительством можно будет обратиться и в Октябрьский район. Мы привлекаем спонсорские средства. Здесь более 20 миллионов привлечено на благоустройство. Сегодня вы можете видеть, у нас кухонное оборудование подключено. И уже есть первый житель, это лицо из числа детей-сирот. Я думаю, что при условии том, что к нам стали еще и обращаться беженцы из Украины, я думаю, что временный приют где-то мы окажем и в этой квартире социального патронирования. Сложная жизненная ситуация в свое время заставила Илью обратиться за помощью в Центр социального обслуживания населения Октябрьского района. Парень трудится на одном из гродинских предприятий. Однако предоставленные ему там условия труда не соответствовали всем требованиям. В частности, Илья сетовал на маленькую заработную плату. В заявлении на увольнение уже написана проблема в том, что после ухода юноша останется без крыши над головой. Из общежития, предоставленного ему по месту работы, необходимо съехать. Но 19-летний парень нашел того, кто помог решить его проблему. Здесь ему будет оказана необходимая юридическая и психологическая помощь, содействие в трудоустройстве. Во время проживания в квартире социального патроната Илье необходимо будет поддерживать порядок и самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Плохое трудоустройство, естественно, оплачиваемая тоже плохая работа. И благодарен возможности временного поселения в эту квартиру. Очень комфортно, то, что новое оборудование, естественно, начнём с холодильника, микроволновки обычной, плиты, это всё очень подходит, не надо своего, естественно, радует. Ну и то, что проживаешь один, блочная система и общежитие. В квартире действительно есть всё необходимое. В комнате стоят диван, шкафы для одежды и книг. Есть пылесос и телевизор. Кухня оснащена новой бытовой техникой, средства на закупку которой были выделены Международным благотворительным общественным объединением «София». Кухонная мебель, сантехника, строительные материалы. Всего этого могло бы и не быть, если бы не безвозмездная помощь спонсоров. В обустройстве помещения активное участие принимали и работники Центра социального обслуживания населения Октябрьского района. Уже на днях эта квартира станет пусть и временным, но домом для Ильи. Пока же он заканчивает решать вопросы на работе и понемногу перевозит вещи. Возможно, пребывание здесь поможет парню справиться с жизненными трудностями и станет первым шагом в благополучное будущее. Евгения Филиппова, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Первые шаги в благополучное будущее сделали и недавние выпускники гродинских школ. Во вторник высшее учебное заведение города начали приём документов. Ровно в 9 часов началась регистрация абитуриентов и в Купаловском университете, который за 74 года дал путёвку в жизнь 77 тысячам молодых специалистов. О первом дне приёмной комиссии в сюжете Диана Шитик. В этом году приёмная комиссия белорусских вузов начинает свою работу одновременно с 8 июля. Поэтому с сегодняшнего дня один из ведущих университетов нашей страны, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, открывает свои двери для абитуриентов. С 9 утра все пришедшие могли зарегистрироваться и подать документы на выбранный факультет. К слову, Купаловский вуз предоставляет абитуриентам возможность выбрать из 15 факультетов и освоить одну или несколько из 54 специальностей. Что касается плана набора, то в этом году он не претерпел существенных изменений. У нас, в общем-то, сохранился набор на бюджетную форму в полном объёме, 855 мест. И в целом уменьшение, наверное, секвестирование составило 173 места, что среди вузов Республики Беларусь очень такой хороший, наверное, результат в плане доверия к вузу, который выполняет свои обязательства. По традиции ректор университета Андрей Король встретил первых абитуриентов и вручил им памятные сувениры. Ребята поделились своими планами на будущее и рассказали, почему выбрали именно Купаловский университет. Дарья Арсинович, к примеру, стала победительницей Республиканской олимпиады по истории, поэтому могла бесплатно обучаться в любом вузе страны, но выбрала родной государственный университет. «Первая удача мне углубнулась в 10 классе, когда я заняла второе место на областной олимпиаде. Ну, а в этом году, вновь пройдя все этапы, я сумела выбиться на заключительный этап Республиканской олимпиады и взять диплом третьей степени, таким образом без экзаменов поступить в любой вуз нашей страны на специальность «История». Ну, я выбрала факультет именно своего города. Ну, в первых, это мой город, это моя родина, так скажем, малая родина. И я знаю, что наш университет и наш факультет – это очень рейтинговый и престиж не только в стране, но и в странах СНГ». Прием документов на бюджетную форму очного и заочного обучения будет осуществляться до 12 июля включительно, на платную – до 31 июля. Диана Шитик, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Сегодня в Гродницких вузах обучаются тысячи студентов. Летняя пора для них – это пусть и не весьма продолжительный, но заслуженный отдых. И все же многие из тех, кто отложил на время учебники в сторону, предпочитают использовать свободное время для пополнения собственного бюджета. При поддержке общественной организации БРСМ сотни молодых людей записываются в строительные отряды и отправляются на возведение важнейших для белорусской экономики объектов, например, Островецкой атомной электростанции. Другие идут работать на предприятия. Первый такой отряд недавно приняла «Радиоволна». Вместе с трудовым десантом туда отправился Наталья Иванченко. Лето – это не только пора отдыха и каникул, но и самое время немного подзаработать. В этом убеждены многие ребята. Найти свои первые рабочие места молодежи помогает комитет БРСМ. У Гродинского предприятия «Радиоволна» – это первый опыт привлечения на производство учащихся и студентов. И сегодня более десятка юношей и девушек трудятся именно тут. На сегодняшний день в связи с расширением производства мы испытываем дефицит в рабочем персонале. А Белорусский Республиканский Союз Молодежи сразу откликнулся нам на помощь. Для ребят это тоже является первым рабочим местом. Работа ответственная, но знать, что вносишь лепту в производство таких автомобилей, как Volkswagen, Jetta, Skoda Yeti, Skoda Octavia, работать на современном европейском оборудовании – это все-таки престижно. Работает молодежь наравне со всеми – в первую либо во вторую смену. Заработная плата сдельно премиальная, зависит от того, сколько сделал. А значит, ребятам всегда есть к чему стремиться. Как правило, устраиваются студенты сюда вязальщиками жгутов и кладовщиками. Мы решили собрать бригаду свою студенческую, пойти немного летом подзаработать, чтобы времени много свободного не пропадало. Я тут работаю кладовщиком, получаю продукцию, расставляю ее по полкам, выгружаю ее, на склад заношу. Всем ребятам, желающим подработать летом на предприятии «Радиоволна», достаточно обратиться в городской комитет БРСМ и заполнить анкету. Вам обязательно подберут рабочее место. В этом году наша задача перед нашим Белорусским республиканским союзом молодежи именно Гродненским стоит трудоустроить 2700 молодежек. Сами понимаете, цифра не маленькая, но молодежь, вы знаете, стремится работать, потому что к нам очень много анкет в нашей базе данных. Молодежь приходит к нам, просит, чтобы мы подыскали какую-то работу. Вы знаете, на данный момент у нас по городу Гродно заключено 35 договоров с разными нанимателями. Заключены договора у нас на 857 рабочих мест. Сегодня по городу трудоустроено 700 человек, со следующей недели придет еще молодежь. Ребята трудятся в сервисных отрядах на предприятиях «Радиоволна», «Молочный мир», «Консервный завод», работают вожатыми в педагогических отрядах, парни в строительных отрядах, работают на табачной фабрике, в облсельстрое, некоторые на островецкой АЭС и других крупных объектах. Наниматели, в свою очередь, довольны молодыми работниками и оставляют только положительные отклики. А для ребят это реальный шанс подзаработать и плодотворно провести летние каникулы. Адалия Иванченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Сколько зарабатывают за лето студенты? И какой объем продукции будет выпущен с их помощью? Кто добьется лучших показателей? И какие предприятия наиболее охотно принимают студенческие отряды? На эти непростые вопросы ответить могут только в областном статистическом управлении, ибо статистика знает все. В среду в этом учреждении, информация которого весьма востребована, открылся собственный сайт, что даст возможность без бюрократических проволочек напрямую пользоваться необходимыми данными. В главном статистическом управлении Гродненской области состоялась презентация официального сайта структуры. Теперь вся информация доступна в электронном виде. Удобно и то, что ее можно не только просматривать, но и скачивать. Интернет-ресурс начал работу с 1 июля текущего года. Главная его цель – усовершенствовать и расширить возможности работы с официальными пользователями государственной статистики. На главной странице сайта размещены пресс-релизы по основным секторам экономики и оваловом региональном продукте Гродненской области. Найти информацию о производстве промышленной продукции, инвестициях, жилищно-коммунальном строительстве и розничной торговле нашего региона может каждый пользователь интернета. Сегодня сайт представлен информацией. Информации очень много на сайте. На сайте есть официальная статистика, представленная информация. Официальная статистика есть за ряд лет в динамике. Очень много информации в динамике, начиная с 1995 года и уже по 2013 год. Есть оперативная информация. То есть ежемесячная информация обновляется на сайте. Кроме этого, на сайт ежемесячно выкладывают статистический отчет, в котором в полном объеме представлена информация как в целом по области, так и отдельно по каждому району. Планируем представлять наши статистические публикации сборники. На сегодняшний день представлен краткий сборник Гродненской области с цифрой 2014. В дальнейшем мы в сентябре месяце планируем выпустить ежегодник Гродненской области. То есть тоже очень такой довольно объемный сборник статистический, в котором много информации, то есть для того, чтобы все пользователи могли пользоваться нашей информацией. Стоит отметить, что вся информация поступает на сайт оперативно. Для того, чтобы можно было отслеживать дату обновления данных, создан календарь пользователя. Еще одним преимуществом сайта является то, что часть информации представлена графическими материалами, что в свою очередь позволяет получить более наглядную картину государственных статистических наблюдений. Евгения Филиппова, Юрий Дубовик, Новости, Гродно+. Благодаря нашей программе. Не стареют душой ветераны. Бывшие директора Гродненских предприятий и организаций встретились с руководством города. Станислав Андреевский и Анатолий Гришук – почетные граждане Гродно. Такое решение принято на внеочередной сессии Гродненского городского совета депутатов. Корни, которые притягивают. Потомки гродненских евреев приезжают в Беларусь, чтобы узнать правду о своих предках. Курган Славы – как символ скорби по погибшим. Земли для этого памятника везде со всех уголков Советского Союза. Подвиг Петра и Февронии. Во вторник мы отмечали день семьи и брака. Гродненцы постарше хорошо помнят 70-е годы прошлого столетия, когда в городе работала целая плеяда талантливых руководителей. В то время слава о гродненских предприятиях гремела по всему Советскому Союзу. Передовые методы организации труда, типа бригадного подряда, новейшие технологии, сначала обкатывали именно в Гродно. Владимир Осипок, Анатолий Лошевич, Валентин Каберда, Анатолий Кочергин и многие другие оставили заметный след в истории экономического развития города. Они не только умели четко поставить дело, но и передали эстафету в надежные руки. Последующее поколение руководителей также достойно заявило о себе. Владимир Грисименко, Иосиф Шишко, Виктор Кравченко. Каждый из них и сегодня полон сил и энергии. Поэтому инициатива большого энтузиаста, бывшего первого секретаря горкома партии, Георгия Забродского, создать клуб ветеранов-руководителей, была поддержана. И такой клуб появился. В четверг с его членами встретилось руководство горосполкома. Очень приятно общаться с такими людьми. Очень многому от них можно и нужно учиться. И обязательно нужно общаться, потому что иначе можно отстать от того, что сегодня происходит и упустить многое главное. Их мудрый взгляд со стороны в любом случае всегда для любого руководителя очень важен. Спасибо им. Всех с прошедшими праздниками и наступающим праздником Днем освобождения нашего города. Многие из тех, кто внес заметный вклад в социально-экономическое развитие нашего города, кто принес ему мировую славу в самых различных сферах, удостоен высокого звания почетный гражданин Гродно. Во вторник на внеочередной сессии Гродинского городского совета депутатов были утверждены еще две кандидатуры на пополнение достойного списка. Станислав Андреевский, работавший в Гродно на различных руководящих должностях, в том числе мэром города, а также директор Гродинского мясокомбината Анатолий Гришук, вполне заслуженно зачислены в состав почетных граждан областного центра. Важные вопросы обсудили и приняли сегодня на четвертой внеочередной сессии Гродинского городского совета депутатов. На повестке дня решение о присвоении звания почетный гражданин города Гродно и о внесении имен достойных жителей в книгу славы города. К слову, кандидатов на присвоение званий отбирала специальная комиссия, а сегодня на сессии депутаты единогласно утвердили имена двух почетных жителей Гродно. Мы ежегодно присваиваем и утверждаем очень почетные звания. Первое – это почетный гражданин города Гродно, и второе – кого занести в книгу славы. Вот сегодня мы на сессии рассмотрим эти два вопроса. Уже в скором времени в торжественной обстановке Станиславу Андреевскому и Анатолию Гришуку официально присвоят звание почетных граждан. Эти люди, несомненно, заслужили этого высокого и почетного статуса. Также на сессии утвердили четырех граждан, чьи фамилии останутся навсегда в памяти жителей Гродно и войдут в книгу славы. Это Николай Лагуткин, Лариса Пирогова, Александр Липень и Лариса Ляшенко. Среди этих людей – заслуженные деятели культуры, работник здравоохранения и ветеран Великой Отечественной войны. Александр Липень и Лариса Лишенко решением Горсовета будут внесены в книгу посмертно. Также на внеочередной сессии утвердили положение о конкурсе на создание гимна города. Мы поднимем еще раз вопрос о гимне города Гродно. Уже в течение пяти лет поднимался вопрос о положении, о конкурсе по гимну города Гродно. Он практически не решался, поэтому мы сейчас еще раз поднимем, примем условия конкурса по гимну города Гродно. Я думаю, что где-то до 1 марта следующего года мы создадим свой гимн нашего красивого города. Срок реализации проекта – один год. Уже к лету 2015-го горожане смогут услышать свой неповторимый и запоминающийся гимн Малой Родины. Диана Шитик, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Кстати, гимн о нашем старом городе с его богатой на знаменательные события биографии должен отражать не только достижения, но и трагические страницы прошлого, которых, к сожалению, немало в истории города. Особенно тяжелую участь постигла Гродницев в период фашистской оккупации. Замучены, расстреляны, уничтожены в двух гетто около 50 тысяч жителей. Можно только приветствовать инициативу нашей землячки Тамары Бородач, которая помогает потомкам, разбросанным по разным странам мира, вернуться к своим корням. Судьбы десятков и сотен белорусских евреев прошли в прямом смысле через ее руки. Для Тамары Бородач, нашей землячки из Ивья, история каждой семьи, словно неоконченная книга, в которой она ищет все новые и новые страницы. Более 15 лет она привозит из Израиля тех, чьи корни, несмотря на время и расстояние, навсегда остаются в Беларуси. Местом встречи теперь стала большая синагога и ее уникальный музей на Троицкой. Дерево без корней умрет. Человек без будущего не может быть, если у него нет корней. Поэтому я стала заниматься этим. Это случайные счастливые осколки тех, которые могли остаться в живых во время катастрофы. И я строю маршруты так, чтобы каждый человек побывал на родине своих предков. Меня зовут мостом между странами. Такой большой, хороший мост. Гродно для этих людей город особенный. Его история в сохранившихся памятниках и улицах во многом это единственное, что связывает прошлое и настоящее. Сразу несколько поколений. Для потомков, чьи предки родились и жили в Гродно вплоть до трагедии Холокоста, это первая возможность узнать хоть что-то о них более чем за полвека собственной жизни. Очень важно ему быть здесь, в Гродно, в городе детство его родителям и родителей, и бабушек, и дедушек. У него даже есть приглашение на свадьбу на улице Доминиканская, это сейчас советская. И говорит, благодаря только этому документу он что-то знал о своем дяди. Он сказал, что даже три могилы его предков сохранились на еврейском кладбище. Он очень волнуется, потому что он хочет это увидеть. Таких, как Дов Гален, с каждым годом становится все больше. Минск, Гродно, Лида, Барановичи, Ивья – вот лишь малая география проекта, организованного Тамарой Бородач. Потеряв почти половину своей семьи тогда, во время Второй мировой, сегодня она помогает тем, чьи истории как две капли похожи на ее собственную. Наталья Иванченко, Артем Новицк, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Сохранение памяти о героях Гродницах было и остается священным долгом живых. Именно с этой целью в конце 60-х годов в нашем городе появился Курган Славы, в котором заложена земля со всех уголков Советского Союза. Сделать этот памятник настоящим мемориальным комплексом, музеем под открытым небом. Такое решение принято на заседании рабочей группы в Гродненском городсполкоме, которое уже приступило к подготовке празднования 70-летия Великой Победы над фашизмом. Накануне Дня освобождения Гродна от немецко-фашистских захватчиков, который будет торжественно отмечаться 16 июля, в Гродненском городском исполнительном комитете уже задумались о достойной встрече 70-летия Великой Победы. Принято решение Курган Славы сделать главным местом масштабных торжеств, а для этого провести его комплексную реконструкцию. На заседании, специально созданной по этому вопросу рабочей группы, во главе с первым заместителем председателя городсполкома Борисом Федоровым, шло детальное обсуждение различных вариантов предстоящего проекта. Архитекторы и коммунальщики предлагали разные варианты планировочного решения. Им поручен на ближайшее время создать проект обновленной территории Кургана Славы на площади 3200 квадратных метров. Здесь сохранится и расширится парк боевой военной техники. На небольшом озере установят военный бронекатер. На специальных пилонах навечно будут вписаны 300 фамилий и имен воинов-освободителей. Именно здесь, на площади парадов, пройдут в следующем году главные торжества, посвященные 70-летию Победы. Одновременно рассмотрен вопрос приведения в порядок и воинского кладбища на улице Белуша. На сегодняшнем совещании мы хотим решить два вопроса в комплексе. Подготовку Кургана Славы первые к этой дате юбилейной и второе нашего воинского кладбища. Есть задумка, есть проект. И мы хотим пройти, чтобы такие большие даты, для того, чтобы больше участвовало жителей города Гродно, проводить на Кургане Славы. Там есть и объемы, там есть и площадя. А то практика показала, что проведение мероприятий в центре города, на площади Советской или Ленина, немножко не удовлетворяет потребности города Гродно. Сегодня мы планируем рассмотреть вопрос реконструкции Кургана Славы. Там дополнительно хотим разместить еще несколько образцов техники, сделать две площадки. Сам Курган обеспечить подъемом лесичным. На Кургане что-то там такое изобрести, или знамя победы, или штандарт какой-то. То есть сегодня будем решать эти вопросы. Ну и больная тема у нас это воинское кладбище. К сожалению, оно еще до конца не завершено восстановление его. Это касается ограждения, это касается некоторых надгробных плит и знаков. Поэтому попытаемся все это соединить. Будем просить деньги и в области, и будем просить деньги у республики. Плюс подключим бюджетные деньги, чтобы ко дню победы, к 70-летию, к следующему году, все это восстановить. Институту Гродно-Гражданпроект поручено в кратчайшие сроки выполнить проектную документацию, чтобы уже этой осенью после ее утверждения начать масштабную работу. В городе же появится еще несколько знаковых мест, куда мы будем приходить по большим праздникам. Покровителями семьи и брака в православном мире давно считают супружескую чету Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке. Муж и жена прославились набожностью и милосердием, а в конце жизни приняли монашество. Они вырастили трех прекрасных детей, и чтобы не расставаться друг с другом, вынуждены были уйти в изгнание. Сохраняя верность и христианские традиции, Петр и Феврония умерли в один день и похоронены в одном гробу. В Гродненском свято-рождество-богородничном женском монастыре хранится икона с мощами святых Петра и Февронии. 8 июля к ним мог прикоснуться и попросить благословения своей семье каждой желающей. Пусть в каждом белорусском доме фундаментом счастья будет супружеская верность, взаимное уважение и крепкая любовь. Посмотрели события недели на телеканале Гродно+. Приятных выходных, удачи и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok